Эти три года в Беларуси проходят под эгидой «Малой Родины». Елена Владимировна, насколько плодотворным в этом плане оказался 2018-й, что ждёт нас в 2019-м? Совершенно верно. 2018-й оказался очень плодотворным, но он явился продолжением той комплексной работы, которую Гомельская область проводит. И хочу похвалиться о том, что в 2018-м сделан город Брагин, приведён в современный вид. Житковичи, Туров, введено очень много новых объектов. И, видимо, самые значимые – это больница в городе Гомеле на улице Жарковского, это мост через реку Припять в Житковичском районе, это бассейны в городе Ветка и много-много других объектов, которые уже сегодня становятся визитной карточкой Гомельщины. Вообще, особенно гости и местные жители часто отмечают вот этот хозяйский подход, который чувствуется и в крупных населённых пунктах, и даже в небольших деревушках. Возможно, потому Гомельщина признанный лидер по благоустройству в стране. Хочу сказать, что это благодаря тому, что 8 лет назад была определена концепция развития нашей Гомельщины. Мы каждый год целенаправленно все денежные средства направляем на ремонт двух районных центров. И постепенно с этим идём. Сегодня уже 12 районных центров имеют современные виды. Это Лоя, Ветка, Житковичи, Брагин, Ельск, Чечерск, Будокошелёво. И сам город Гомель, вы видите, он каждый год приобретает и набирает обороты. Сегодня это уже другой современный город, который был когда-то. В планах на 2019-е Петриков и Мозырь? Совершенно верно. Мы продолжаем эту работу. И в 2019 году по поручению президента Республики Беларусь Александра Григорьевича будет приведён в такое же соответствие город Петриков. И мы начинаем благоустраивать город Мозырь. Но в связи с тем, что большие города требуют больших финансовых затрат, эта работа будет проводиться комплексно и в течение нескольких лет. Но по выходу мы хотим, чтобы Мозырь, который интересен своей архитектурной формой, который знаменит своими оврагами и который в Беларуси считается маленькой Швейцарией, будет по-настоящему Швейцарией. А теперь информация для скептиков. Всё-таки речь идёт не только о благоустройстве центральных улиц и площадей. Совершенно верно. Когда приходим в город, мы делаем комплекс на всю работу. Начиная с водопроводов, канализаций, различных сетей, электрических, газовых, улиц не только центральных, но и прилегающих к центральным, площадей. Захватывается весь объём жилищного строительства. И при том вся социальная сфера, которая там находится, все больницы, все школы, все детские сады, дома культуры, кинотеатры, вот это всегда 100% идёт и приобретает новый вид. Государство вкладывало и вкладывает огромные суммы, да и силы в сферу благоустройства. И всё-таки а что с каждого из нас? Это, наверное, будет самый яркий пример. Посмотрите, ведь мы в прошлом году сделали более 280 дворовых территорий в целом по Гомельской области. Город Гомель для себя взял, допустим, такой, так скажем, финиш, каждый год делать каждой администрации не менее 20 дворовых территорий. Но их могло бы быть больше, если бы население ещё более активно подключилось. Сегодня наша задача привлечь к обустройству дворовых территорий не только бюджет, но и деньги тех людей, которые там находятся. Поверьте, что если человек вкладывает свою копеечку в каждый элемент двора, он тогда более бережно к нему относится. Точно так же, если папа с сыном посадил дерево, то, поверьте, этот сын его никогда уже не сломает и не выкопает, а будет вместе с папой поливать, и оно украсит наш двор. Пока у нас будет иждивенческое вот такое потребление тех благ, которые им дают, поверьте, очень сложно это сохранить. Мы начали с вами разговор о том, что 2018, 2019 и 2020 объявлены президентом годом Малой Родины. Скажите, а вот вам лично удалось побывать на Малой Родине? Как часто там бываете? Какой она для вас является сегодня? Я сельский житель, моя Малая Родина — это Гомельщина. Но если говорить о самой маленькой Родине, это, конечно, Калинковичский район деревни Адудичи. И хочу сказать, что всегда приезжая к маме, свой дом мы стараемся его обустроить. В прошлом году там поставили новый забор, калиточку, вороты. Всегда высаживаем с мамой цветы вокруг дома. И, конечно, в силу своей занятости я очень мало этому уделяю время и себя за это постоянно корю. Но когда приезжаю туда и вижу элементы благоустройства, которые местное население вместе с председателем сельского совета делают, там какая-то чашечка маленькая форма появилась на повороте ко мне на улицу, какой-то велосипед интересный с корзинкой для цветов, другая малая форма. Это настолько украшает и настолько, я думаю, что тает сердце у любого приезжающего в этот населённый пункт. Это вот какую-то преподносит душевность каждому человеку. Поэтому всегда с любовью, всегда с радостью. Это вот то, что, понимаете, нельзя не любить, каким бы оно ни было. Действительно, Год Малой Родины – хорошая возможность для каждого из нас вспомнить и побывать в дорогих сердцевых уголках. Елена Владимировна, спасибо за интервью, успехов в делах и до встречи. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова